Наступила весна и настало время достать вашего железного коня из кладовки либо балкона и приступить к катанию. Но прежде чем начать кататься, вы должны провести осмотр вашего велосипеда. И сейчас мы пройдемся по основным моментам, на которые нужно будет обратить внимание. Первое, что вы должны проверить перед катанием на велосипеде, это ваши покрышки. На покрышках должен быть протектор, если это не слик-полуслик. Если они лысые, их скорее всего придется заменить. Вы должны также визуально проверить на наличие порезов и трещин, если резина старая. Проверяйте давление, можно на ощупь, можно манометром. И качайте давление до необходимого. Для каждой покрышки указано свое давление на боковине. То есть читайте там в среднем где-то от 1,7 до 2,5-3,5 бара. Прежде чем качать ваши колеса, вам нужно убедиться, что ваш сосок ниппеля, сосок вашей камеры, стоит перпендикулярно диску. Он не должен быть наклонен в одну или в другую сторону, иначе он может срезать и может спустить колеса ваши. Следующий шаг, вы проверяете затяжку ваших колес. Колеса обязательно должны быть затянуты. Если ваши колеса не будут достаточно затянуты, на ходу у вас могут открутиться. Последствия будут очень плачевные. Необходимо также проверить наличие всех спиц. Если спицы не натянуты, это может привести к искривлению вашего диска, и он может погнуться. Если каких-то спиц не хватает, они отломаны, их обязательно необходимо заменить. Если спицы слишком расслаблены, их необходимо будет натянуть. Ну и заодно проверить на наличие восьмерок. Если колесо с восьмеркой, то восьмерка будет изгиб на колесе, будет постоянно тереться об колодку, будет повышенный износ колодок, и снижен будет накат. Тормозные ручки должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться, чтобы во время движения, не дай бог, они никуда там у вас не открутились, не съехали, не сместили, чтобы вы могли в любой момент остановиться. Тормозные ручки не должны проваливаться. Если на гидравлике они проваливаются, это значит либо большой износ колодок, либо завоздушенные сами тормоза, их необходимо прокачать, если суппорта не текут. Если это механические тормоза, то они не должны доходить вот так вот до ручек, иначе их эффективность будет снижена. Тормозные ручки должны достаточно быстро ходить в обе стороны, если они медленно с натягом идут в обе стороны, возможно тросик в рубашке либо зажат, либо распушился, либо заржавел, его необходимо будет заменить. Также вы должны убедиться, что ваши тормозные колодки, например на вибрейках, они в нормальном состоянии, и проверить их работоспособность. Отдельное переднее, отдельное заднее колесо, они должны тормозить, не должны задевать за обод, и колесо должно свободно вращаться. Если колесо свободно не вращается, тому есть несколько причин. Первое, это может тормозная колодка задевать за диск, либо сильно прижата, и постоянно будет подтормаживать, что приведет к повышенному износу самой колодки и к снижению вашего наката. Также одной из причин плохого вращения колеса может быть втулка, втулка колеса. Если на вибрейках хорошо достаточно видно саму тормозную колодку, то на дисковых тормозах вам скорее всего придется вытащить колодки и посмотреть на наличие износа. Если колодки сильно изношены, они могут повреждать ваш тормозной диск, и потом придется менять и колодки, и тормозной диск, что приведет к дополнительным затратам. Толщина тормозного диска не должна превышать минимальные значения. При вращении дискового тормоза во время прокручивания колеса слышны какие-то посторонние металлические звуки в районе тормозного суппорта. Есть вероятность, что ваш тормозной диск немножечко искривлен, и его необходимо исправить. Если диск искривлен, он будет задевать за колодку, будет повышенный износ тормозных колодок, и соответственно будет дополнительный нагрев тормозного диска идти. После зимы вам необходимо будет почистить звезды и цепь, и обязательно смазать цепь. Лишнюю смазку надо будет вытереть. Смазки бывают обычно на двух видов, либо на масляной основе, либо на парафине. На парафине более чистые смазки не оставляют вот таких вот следов ни на вашей коже, ни на вашей одежде. С первой до последней звезды все передачи должны переключаться четко. Если этого нет, необходимо будет настроить задний переключатель. С передним переключателем то же самое. Если у вас две или три звезды, то они все должны переключаться четко. Цепь не должна падать за звезду в операциях Терец и Абрам. Цепь не должна соскальзывать, перепрыгивать, где-то тереться. Все должно работать у вас четко. Если цепь не доходит до последней или до первой звезды, либо где-то трется, значит необходима ее настройка. Необходимо проверить вращение педали. Они должны вращаться легко, без щелчков, без хруста. Если присутствуют щелчки или хруст, то педали необходимо будет перебрать, смазать, либо заменить на другие. То же самое с кареткой. Вы должны покрутить каретку и послушать, нежели там посторонних шумов. Если таковые присутствуют, то необходимо будет разобрать каретку и смазать ее, либо заменить на рабочую. Подсидельный зажим. Достаточно ли хорошо он затянут. Если это велосипед ребенка, то скорее всего за зиму мог подрасти и необходимо будет уже настроить ему по высоте седло. Вилка не ригидная, а пружинная, либо воздушная. Вам необходимо проверить ее работоспособность, попробовав продавив, покачав. Если она работает без рывков, щелчков, заклиниваний, значит не все в порядке. Если же вилка не продавливается, возможно туда попала влага, она заржавела, либо еще какие-то проблемы, это необходимо уже конечно ремонтировать. Если же у вас на велосипеде установлена воздушная вилка, необходимо ее также прокачать, посмотреть ее работоспособность, чтобы она тоже без щелчков, без закусываний работала. За зиму могло понизиться давление и возможно необходимо будет регулировка давления путем подкачивания насосом высокого давления до необходимого уровня, чтобы она выдерживала вес велосипедиста. То на ней катается. Также желательно хотя бы такое крыло ставить, либо полноценное, для того, чтобы грязь не попадала на рабочую часть, на рабочую поверхность. И желательно, чтобы она всегда была чистая. После каждой поездки ее мягкой тряпочкой лучше протирать, чтобы не было повышенного изменения. Весной еще темнеет достаточно рано, поэтому не забывайте устанавливать на велосипед сзади фонари красного цвета. А вперед надо необходимо ставить фонари белого цвета, чтобы вас видели. Спасибо.